Ошибка была первоначально в том, что была произведена процедура эстетической коррекции без учета особенностей строения и косметолог не оценила степень тяжести Всем привет! Меня зовут Оксана Терехова. Уже несколько лет я поднимаю тему салонной бьюти-индустрии, медицинской эстетики на этом канале Но почему-то тему укревой сыпи я всегда обходила стороной Мне казалось, что это вам не очень интересно, потому что, ну, наверное, все дело по себе, потому как моя кожа попрощалась с угрями уже много лет назад, и слава богу Но я вижу, ваши запросы повторяются снова и снова И удивительно здесь, знаете, какой парадокс, что чем больше косметики появляется на нашем рынке, тем больше процедур появляется на рынке косметическом бьюти-индустрии Тем больше запросов растут, только они становятся более изощренные Люди начинают уже сейчас такое запрашивать в сети, что как использовать, какие антибиотики нужно использовать при угревой сыпи И вот здесь думала, все, стоп, надо поставить точку в этом многоточии Я нашла для вас врача-дерматолога с 30-летним опытом, который начнет с самого главного Какие есть ошибки у косметологов, которые приводят к ухудшению И какие наши ошибки в домашнем уходе, которые также могут привести к осложнениям Проблемная кожа и акне – это не только угри и комедоны Но это и наличие воспаления, расширенные поры, блестящая жирная кожа, нарушенное салоотделение, рубцы и пигментации К сожалению, это состояние может не проходить в подростковом возрасте А то, что страшно, оно может продолжаться всю жизнь, а что еще сложнее, может начинаться Первая ошибка, которая запускается в уходе за проблемной кожей с воспалительными акнами Акне – это использование медикаментозных препаратов Безусловно, медикаментозные препараты оказывают лечебный эффект Но они имеют определенный механизм и объем воздействия К ним очень быстро наступает привыкание И при том, когда вы возлагаете все надежды на медицинские препараты Вы совершенно забываете о том, что кожа живет каждый день О том, что за ней надо ухаживать и поддерживать ее естественный иммунитет И ее способность сопротивляться тому воспалению, которое возникает на ее поверхности Вопрос о назначении медикаментов должен решать только врач Потому что существует состояние, в которых медикаментозное лечение не обязательно И является лишним, усугубляя состояние кожи Хороший физиологически поддерживающий уход позволяет коже самостоятельно справиться с этими проблемами Для того, чтобы обеспечить восстановление кожи, особенно при наличии воспалительных элементов Надо соблюдать основные правила Первое, прекратить использовать раздражающие процедуры и средства в домашнем уходе Какие раздражающие средства обычно используются в домашних условиях? Это скрабы, это пилинги, это распаривание И что очень распространено, это самостоятельная попытка выдавливать те высыпания, которые вы видите И которым с каждым днем становится все больше и больше Ошибка в том, что при угревой болезни в коже возникает состояние, когда любая даже неповрежденная участка кожи В ответ на травматическое воздействие способствует появлению новых воспалительных высыпаний Если вы начинаете уход, у вас 2-3 высыпания То через какое-то время на якобы неповрежденной коже вы получаете дополнительное высыпание Если бы вы обеспечили самостоятельный, правильный, домашний, адекватный уход То этого обострения бы не наступило, и это состояние вы бы пережили значительно легче При наличии воспалительных элементов на поверхности кожи В обязательном порядке в домашних условиях вы должны использовать специальные косметические средства Нетравматичные, неагрессивные, в состав которых входят высокоактивные натуральные ингредиенты С выраженной антибактериальной, антисептической, противовоспалительной активностью И ускорят обратное развитие всех воспалительных элементов, которые так беспокоят вас Домашнему ходу для улучшения состояния кожи и профилактики новых обострений Необходимо соблюдать определенный порядок использования определенных косметических средств с определенными качествами Иначе одно из косметических средств, оно так же как и лекарство, не в состоянии решить все проблемы на поверхности жирной кожи Первый этап, самый главный, это очищение Очищение должно быть очень мягкое, деликатное Вы должны убрать излишки кожного сала, но сохранить внутренние липиды, которые обеспечивают защиту кожи Поэтому нельзя использовать мыло или какие-то жесткие очищающие средства Желательно использовать мягкий гель, очищающий гель Если вам после 25 лет, желательно использовать гель в виде пенки Очищение допускается очень мягкое, очень легкое, которое способствует только удалению на поверхности кожи кожного сала и микроорганизмов Второй этап, очищение должно проводиться два раза в день, утром и вечером На влажную кожу вы наносите небольшое количество геля или пенка Мягкими движениями, вы проводите массажными движениями, вы очищаете кожу, умываетесь прохладной водой и обязательно промокаете салфеткой Ни в коем случае после очищения нельзя промокать кожу полотенцем, потому что здесь все-таки идет вопрос о наличии инфекции Второй этап, как правило, вообще выпадает в домашнем уходе, потому что он считается незначительным, это тонизация После того, как мы умываем лицо моющим средством и водой, PH на поверхности кожи становится более щелочным Это прекрасная среда для развития микробов и грибов Поэтому тоник, который используется после очищения, он убирает остатки моющего средства Он восстанавливает поверхность кожи, восстанавливает кислотность кожи, обладает увлажняющим, успокаивающим действием И позволяет улучшить проницаемость кожи для последующего биологии, активного компонента, который мы будем использовать для лечебной цели Тоник не смывается, он протирается в обязательном порядке два раза в день Вы протираете лицо тоником и кожу после этого умывать нельзя Если до 20 лет, рекомендуется использовать тоник, в состав которого, кроме противовоспалительных ингредиентов, входит 20% спирт После 25 лет тоник должен носить только очищающий характер, то есть он должен увлажнять, слегка отшелушивать, но спирта он не должен содержать Следующий этап – это нанесение легкой кремообразной лечебной антиактной маски С антибактериальными противовоспалительными компонентами, желательно, чтобы это были пшеничные отруби Кремообразная маска обеспечивает восстановление дефицита внутренних липидов При этом она не влияет на выделение кожного сала, а наоборот, она обладает мощным успокаивающим, противовоспалительным регенерирующим действием Такие маски желательно наносить вечером, ежедневно при наличии обострения на 15-20 минут Смывая прохладной водой и протирая кожу тоником В последующем для поддержания здоровья на поверхности кожи и для того, чтобы избежать обострения появления новых высыпаний Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю, постоянно И завершающий этап – это нанесение того средства, которое останется на коже и которое будет действовать 24 часа Оказывая благотворное рассасывающее противовоспалительное действие Эффект именно от этого завершающего этапа вы можете увидеть сразу на следующий день Это нанесение лечебной антиакне пасты Именно состав пасты обеспечивает очень мягкое увлажняющее, успокаивающее действие Выраженный поросуживающий эффект, выраженный себостатический эффект Такая паста наносится утром и вечером, а не смывается В утреннее время лучше использовать пасту бежевого цвета, так как она поддерживает, создает эффект макияжа На ночь использовать синюю, более активного действия паста Паста по сравнению с кремом обладает более глубоким, более интенсивным, более длительным воздействием на внутренние структуры кожи Кроме того, она обладает более выраженным, рассасывающим действием И эффект от нанесения пасты будет виден значительно быстрее, чем эффект от нанесения крема И в заключение я хочу сказать Вы можете посещать косметолога, вы можете не посещать косметолога, потому что у вас нет возможности Но если вы обеспечите такой качественный домашний уход, то через 10-14 дней вы получите выраженный результат улучшения состояния кожи Итак, самый главный посыл этого ролика, что не стоит ждать лечения угревой болезни годами Не нужно ходить годами по косметологу в надежде избавиться от угрей Не нужно скупать полуаптеки и тратить на это все зарплаты 5 своих последних лет для того, чтобы вы наконец-таки обрели чистое лицо Нужно делать правильные действия Вылечить угревую сыпь, даже очень сложную, можно значительно быстрее Я надеюсь, что данное видео вам понравилось, потому что я искренне старалась сделать его максимально информативным И если у вас есть запросы по угревой сыпи, по теме угревой сыпи, пожалуйста, пишите в комментариях под этим видео Я буду передавать Елене Михайловне для новых выпусков И если вы поддержите этот ролик лайком, это будет маленькая благодарность и своего рода такая плата за то, чтобы мы сделали не одно видео, а целый сериал с этой темой угревой болезни В конце концов, чтобы у вас было чистое лицо, вы этого достойны Всего доброго, пока-пока